друзья всем привет мы снова с вами находимся прекрасные части нашего города город волжский это у нас старая часть но в данный момент мы находимся с вами больничном городке это комплекс такой вот огражденный здесь и детская больница кардиология и роддома один и другой еще здесь много больниц поэтому называется так больничный городок так получилось что мы сюда ездим сейчас каждый день с дочкой детскую больницу пока я ее жду она пошла в здание вот с вами немножечко прогуляемся сейчас пройдемся здесь такая аллея возле больницы растет тутовник открыть и красный он такой черный считается потом чернеет несколько на полу тутовника валяется я смотрю люди проходят в основном женщины останавливаются собирают его не знаю я бы не стала конечно этого делать в наше время тем более здесь проезжая часть больница да и руки сейчас грязные все пыльная в общем не бояться смотрите вот черный вид какой тутовник сколько много его здесь вот белый ну белый он такой более сладкий а черный с кислинкой мне нравится больше черный ой а за этим ограждением сколько абрикосов если вы видите смотрите вот тут вот желтенькие очень много смотрите сейчас на дереве а у нас на даче нет померзли деревья дочка рассказывает но сейчас мы с вами находимся возле детской больницы здесь у нас и хирургическое отделение ну где вот лежат с орзе заболеваниями там один этаж на другом этаже там руки ноги на мою детишки из трехпозвоночник не дай бог да у нас такое что связано с хирургией как-то года три назад наверно мы лежали здесь на руку сломала по глупости на даче катались и мальчишки же они как шутят не вот ее сзади своим колесом по ее колесу так узнаете как подпилили не так как-то называется и она получила что роль свернулся упала упала на какую-то кочку или камень стала у нее рука дугой перелом лучевой кости на руке это которая от локтя до кисти тонкая кость соединительная считается сложный перелом я никогда не думала что этот перелом такой серьезный и ставится под общим наркозом вот и сделали мы сюда приехали в ночь есть сделали общий наркоз врач молодой был поставил ну не поставил он ей в общем кость на место от наркоза на отошла хорошо но я столько пережила столько понервничала а вот уже утром другой врач пришел старый и он посмотрел рентген сделали что кость не поставлена на место и он снова сказал надо делать второй наркоз и ставить кость на место ну в общем мои слезы снова переживания сутки второй наркоз за сутки даже еще не прошло и 12 часов от 1 наркоза а здесь уже и второй наркоз ну в общем ей сделали руку поставили на место вот что значится старый врач хороший сразу поставил опыт уже имеется большой но от наркоза конечно отходила на очень тяжело я плакала и не понимала что с ней никогда не видела такое так что вот такая халатность детей даже катание на обычном велосипеде приводит вот к такому сейчас и она рассказывает как из самокатов здесь лежат детишки которые головой стресенье и рвет когда мы лежали три года назад армянка девочка ей 13 лет тогда было мама плачет очень папа бегает дядя тут на каталке везут а девочка знаете такая она не худенькая в теле мощные все вот позвоночник сломала гуляла во дворе с детьми младше себя возрастом ну и тут полезла на дерево говорит котенка хотела достать а ветка не выдержала и она рухнула на землю спиной видеть может быть камушек какой-то неровность было ну и вот чем на позвоночник сломала привезли рентген сделали до сломаны позвонки были она плачет больно ай-яй-яй потом ее растянули на какой-то специальной кровать привязали руки к одной грядушке а ноги к другой в растяжку сказали в общем операция какая-то будет и три месяца это как минимум лежать в такую позе не сидеть не стоять а еще и может быть даже и год ну и обезболивающий вот видите тоже казалось бы ничего особенного просто гуляла на дерево полезно да много случаев знаете вот я когда на даче гуляю ой вернее ну на даче у нас возле дождите гуляют а дети со всей улицы приходит там от пяти лет разных возрастов там и 10 и 11 лет и 12 и 15 но ладно там которые 12-15 до их уже какой пригляд там ну хотя бы там позвать покушать посмотреть на месте ли они все же такие дети подростки глаз да глаз а вот таких отпускают 5-6 лет с утра отпустят бабушки и дедушки там на дачах да и родители есть такие которые сидят вот пиво пьют не до детей чтобы не мешали им и даже ни разу за весь день не посмотрят где их дети как они ведут себя чего они ведь знаете там хорохорятся мальчишки и толкаются и палки и камни кидают а это ведь дело случая чтобы вот трагедия вот это вот не произошла ведь можно попасть и в глаз оставить без глаз другого ребенка и да и палкой и камнем и в висок и толкнуть там ведь и камни насыпаны и и кирпичи да и вообще надо же говорить своим детям как себя вести на улице это ведь и в школе происходит когда дочка рассказывает что дети мальчишки в основном привычка от этого толкаться по ступенькам делать подножки и аппарту можно углом а последствия могут быть разные это хорошо когда просто по полу ударился встал а когда вот моментально умирает затылком виском ну или вот когда переломы да тоже наркоз ничего хорошего надо своим детям всегда говорить и смотреть где ваш ребенок пусть это хоть внук или ваши дети нет это машин то что нас там машины гоняют и вот мы бегаем постоянно смотрим и мама и папа мои смотрят и я выхожу пацанам говорю все время бросьте палки бросьте камни зачем вы толкаетесь ой вообще ему теряться вот в пять лет он еще не знает как писать читать но мат говоришь пойдешь бабушке что вот ваш внук так материться камнями кидается вот моей дочери попал в шею хорошо что просто в шею не в затыл камень ты большой булыжник был а бабушка говорит нет нет мой внук ангел он так не может это вот вы сами наверно там старшие дети знаете не докажешь а мат такой стоит от него у меня папа год я не матерюсь уши заворачиваются вот так вот я конечно со своими детьми смотрю со мной до возле моей дачи никуда я не доверяю чтобы отпускать сейчас такое вот время мы его за себя я не держу я спрашиваю почему нельзя гулять они сами говорят что сейчас такие дети не мне интересно с ними они матерятся они курят уже вот эти электронные сигареты и в школе и здесь на улице умудряются это хорошо если просто сигареты до чего может дойти через год-два мам папы не знают школе девочки закрываются в туалете ой вообще как так не знают даже не знают родители в интернете чем интересуется ребенок например я все знаю когда я вижу что мой ребенок долго сидит в интернете все-таки 9 лет до я всегда загляну нет нет возьму телефон в руки потом просмотрю журнал на каких сайтах 10 сайт там она нет она все время ю тубе я всегда контролирую этот вопрос когда было собрание там ученица говорит что такого быть не может что моего ребенка нету в телефоне интернета потому что телефон начал отбирать школе учителя на время обучения из-за того что дети сидят под партой в интернете я на то что ответила говорю у моей дочери нет интернета не может быть такого вы просто не знаете слушать это мой ребенок я знаю чем увлекается мой ребенок если у нее интернет или нет в общем я не считаю нужным ребенку интернет иметь с собой в школе вот придет домой начнется там домашие задания узнавать вот тогда и будет интернет по вайфаю а так я не не позволяю с собой иметь интернет школе он ни к чему сами учителя же их сейчас привлекают к этому до чтобы у них все время была связь в интернете и ватсапы и вайберы и все на свете сами заставляют какие-то регистрации на каких-то разных сайтах рэш еще что-то учи точка ру я противница всего этого обучения в интернете ну сейчас такое время спорить бесполезно дочка рассказывает когда горит уборщица полы мыло а там мальчик ну знаете так сильно плакал не то что плакала вот орал говорит минут уже 15 ариот чуть ли там его не режут они мы сидим и переживаем что резонку там делают что так он орет уборщицу спрашивают там мамочка была с дочкой еще так мальчик кричит ой год ничего особенного перевязки делают а он там и дерется и орет так как его режут это горит они на улице храбро и хрохорятся а на самом деле с первые хлюпики и нытики вот когда коснется дело серьезного а из себя горит строят вот девчонки вы самая сильная половина человечества ну конечно и мальчишкам достается да вот армия потом горячие точки им благодарность все-таки им достается не все же они такие хлюпики ну вот а в детстве видите они вот хорохорятся да и вырастают есть такие она говорит один папа лежал здесь мальчиком а ему всего лишь укол поставили а папа в обморок упал ну вот так вот а девчонки храбро переносят все перевязки все и уколы не плачет операции смело готовятся мальчики там орут за ними приходится бегать а как на улице видите вот палками кидаются толкаются дерутся а бывают такие вот последствия тут вот девочка с мамой лежит ей 6 лет они были на даче а мама говорит я наверное где-то оставила грабли о как попала вот бросила и все бывает такое конечно мы следим за этим чтобы у нас дедушка такой что всегда где грабли никогда не оставляется так это дело случая ни грабли ничего острова а это девочка бежала в общем подачи ну и наступила видеть на граблю и насквозь она и прошла и все вот здесь вот лежит сейчас уже неделю ираны промывают чистят там разогнаение пошло вот вот такие вот дела так что смотрите это от нас от взрослых много зависит ведь это наши дети наши внуки где они сейчас ничего ли им не угрожает жизни и здоровью как они себя ведут и чем они увлекаются занимаются даже видите кошечка собачку укусит это лежат легкое повреждение кожи уже желательно лечь больница потому что если кошка неизвестного происхождения без прививок но уличная там или даже домашние хватает даже не крови не ранее а легкое повреждение от клыка потому что болезнь вот это вот бешенство такое знаете легкое повреждение вот кожи верхний слой тоненький вот этого достаточно слюна попадает и это болезнь может передастся а это опасно тоже для здоровья для жизни даже от этого даже умирают вот так вот бывает так что мы с вами в таком поговорили потому что хочется чтобы все-таки за своими детьми смотрели разговаривали чтобы достойно себя вели дети на улице в школе ведь их дурацкие шутки игры приводят к печальным последствиям сегодня видео не о даче но немножко вот так вот с вами поговорила потому что знаете когда здесь никто не лежал не видел вот этого всего то и думать что это все так смешно и весело оно все так серьезно с тем до скорых встреч до свидания всего хорошего берегите себя своих близких своих детей и не болейте самое главное